Всем привет! А у меня сегодня бриллиант. Итак, палеточка Makeup Revolution London. Вес нет-то 6 по 0,4 унции и 14 по 0,2 унции или 1,3 грамма и 0,65 граммов. То есть все как я люблю 20 штук цветов и их не вагон, то есть количество, которое реально использовать. Эти палетки на сайте Makeup Revolution появились уже с полгода, наверное. Я там над ними помирала, высчитывала, прикидывала, брать не брать, надо брать, не надо брать, какую брать. В итоге решила все-таки, что именно Diamond не могу не взять, приобретала уже у нас. Они месяца два как появились на Beauty Home. Ссылку на распаковку оставлю под этим видео. Приехало все быстро, в целостности, сохранности не разбитое. Вот наклеечка, удостоверяющая, что все куплено в России, что там пишут про сроки годности. Вот, любопытные могут почитать. Тут любопытные могут почитать. И вот как-то так оттенки пронумерованы. Итак, сейчас я, как обычно, ничего не запасла прикрыть... Ой, фокус-то где? Ничего не запасла прикрыть зеркало. Что ж мы будем делать? Да, придется монтировать, но в таком положении, по-моему, ничего не отблесткивает. Пленочку я даже еще не сняла наклеечку, хотя сейчас я это снимаю в 20-х числах января, а получила это счастье серое в 20-х числах декабря. Так что это видео посвящается всем любителям серых макияжей и всем, кто, как и я, смотрел на стилетто от Марк Джейкобс и прикидывал, а куда мы во всем этом сером пойдем. Итак, у меня много чистой руки с собой. Начнем, давайте, с самого темного в среднем ряду вольт. Это средний ряд. Кто еще не в курсе кремовые текстуры. Ко мне недавно приехала палетка китайского бренда O2O с Алика. И вот там эта текстура на ощупь практически такая же. То есть это текстура не фокалюр и не... Что-то першит в горле. Текстура не фокалюр, не йо-кэн-би. И, кстати, первые палетки худой, вот я их вспоминаю на ощупь, на родную худу у меня так жаба ни разу не расслабилась. Смотрите, какая красотень. Дуохромный, бледно-розовый. Вот. И у новой худы такая же, кстати, текстура. То есть в старых палетках она более зернистая. А тут совсем мелкий-мелкий помол. Очень приятная вот эта кремовая клеевая текстура. И я уже в курсе, что, например, если покрываете веки тональником, который у вас сам толком не держится на лице, сползёт. А, например, вчера на базу от Makeup Revolution, но, правда, с текстурой O2O я ходила, не с вот этой, у меня всё прекрасно держалось. И серые макияжи с цветом стил. Ой, твой мой, кросявец серенький. Я уже и на работу выгуливала. И ещё буду, конечно же, выгуливать. Зачем я покупала такую классную серую гамму? И было просто вот всё супер. То есть с утра до позднего вечера, как основа макияжа, как ведущий цвет макияжа, это всё остаётся с нами. Так. Я не знаю, тут гвоздь, собственно, палетки, вот этот средний ряд. Поехали дальше. Что-то мы сегодня не по-русски. Как-то справа налево всё делаем. Ну, не знаю, какое-то у меня сегодня такое настроение. Вот. Айс. Нечётко получилось. Повторим. Наслоим. Вот этот платин, он пальцем очень плохо набирается. Он почти не набирается, кроме моей палетки. Но с кистью можно набрать. Так что текстура тут у всех цветов разная. Эллоу будет замыливаться. Вот. Эллоу. Замыливаться будет. Но очень красивый цвет. А уголь, он какой-то вот не чёрный, а серый. Натуральный тёмно-серый уголь. Нормальная такая революшеновская. Текстурка теней. Это я за салфеточкой тянулась. Вот интересно, зачем? Это надо явно, чтобы продублировать жидкую текстуру вот этой. Давайте попробуем. Давайте эйс поверх глимеринг нанесём. Да, ничего не меняется, просто один цвет фиксируется другим. Это два одинаковых оттенка в разных текстурах. Розовый дуахром. Обычный тенюшный. И розовый дуахром масляный. Так, вот эти три цвета. Это обычные тоже революшенские текстуры. Но тут всё набралось. Металлики жирные, хорошие. Это матовый коин. Монетка. На моей коже еле заметен. Но глазом я его вижу. Камера его не хочет видеть. Еле-еле его видно. То есть такой он телесный цвет загара, я бы сказала. Интересно, вот этот коин и флеер. Я ещё их ни разу рядом не наносила. Сейчас, видите, палец вытираю. Не вытирается палец. Чуть сероватым пальцем, чтобы было видно. Да, он более серый уходит. И сейчас коин более сырым пальцем берём. Не, он даже более сырым пальцем. Не сильно-то более заметно наносится. В общем, палетка хороша средним рядом с шестью вот этих цветов. Всё остальное, оно такое не пигментированное. Ну, нет, вот это, конечно, пигментированное. Да, я согласна. Ладно, продолжим сегодняшнюю традицию набирать не по-русски. Ну, сильно я не тёрла. Я уже привыкла к китайцам с начала года творения китайских товарищей с Алиэкспресс. Дегустирую там пигментации на вау. Поэтому после, конечно, моих последних приобретений Фокалюр и Оу-ту-оу Революшн кажется вообще не пигментированным. Посмотрели, насладились. Это Нектарин, Супернова и Гравити. Атом, Спарк и Кондактивити. Ну, даже не знаю, мы что-нибудь увидим. Ну, наверное, эти два металлика мы увидим. А атом – это нечто совершенно телесное. Так, давайте я возьму другую руку. Потому что Спарк и Кондактивити, они хорошо перенеслись пальцами. Вот видите? На самом деле, вот на камере, да и глазом, вот эти текстура фойл, цвета у Революшн, они ничуть не хуже, чем в этой жидкой текстуре. И наслаивая один на другой, можно получить просто вау-эффекты. То есть вот так это всё будет держаться просто надмерть, что называется. Электрик можно наслоить на какой-нибудь, на вот этот, допустим. Вот видите? Как интересно. Это я электрик поверх стил наношу. Вот. Сухая текстура. Фиксирует жидкую, получается… Ну, не жидкую, масляную. И получается такой чуть доохромный эффект. Вот. А это я электриком залезла на… Коррожен. Коррожен. Как-то так это должно читаться. Давайте попробуем. Не ослеплю, не пусть уже не видно, ничего отсвечивает. Короче, поверьте мне, на слово там написаны эти названия. Я ещё фотку вставлю в конце. Почитаем. Давайте эллоу поверх вольта. Красиво должно получиться. В общем, противоречивая палетка. С одной стороны, очень много всего малопигментированного. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, где взять гораздо более пигментированное. И если это видео наканаливает раньше, чем видео о моих других приобретениях, то тогда подождите, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Всё расскажу, где более яркие, насыщенные тени есть. Но тоже она интересная для всех, кто устал от тёплой гаммы, для всех, кто устал от рыжих оттенков. Условно, рыжими вот эту парочку можно считать, вот эту. Но согласитесь, это не такое ядрёно-рыжее, чем нас закормили все производители разом. Не все рефилы одинаково хорошо набираются. Она не для очень ярких повседневных макияжей подойдёт идеально. Поэтому, если вы подумали, что я опечалена малой пигментацией, допустим, Коин или Флеер, нет, нормально. Мне как раз на каждый день то, что надо. Поэтому палеткой я буду пользоваться. Буду пользоваться с удовольствием. Буду ей активно краситься. И буду ждать возвращения серо-стальной гаммы на пике моды. А пока подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь со мной. Всем отличного дня, суперпогоды и самых шикарных макияжей. Пока!